Светитель Алексей Матери городов русских в то время вслед за святителем Петром пребывал в городе Москве, куда и переместилась первопрестольная кафедра всея Руси. Но святитель Алексей всю свою жизнь стремился к тому, чтобы объединить Русь, сохранить единство Церкви. Мы знаем, как это было трудно в то время, но он своей главной целью на земле и считал объединение Руси и сохранение единства Русской Церкви. Многое удавалось святителю Алексию, потому что имел он огромный духовный авторитет. Нет, святитель Алексей и преподобные Сергии, жившие в одно и то же время, стали действительно светочами всея Руси, примерами богоугодной жизни, как для монашествующих, так и для иерархов, учителями благочестия и веры. Святителю Алексию не удалось достичь той цели, которую он перед собой ставил, единство Святой Руси. А что произошло позже? Мы знаем, что в какое-то время политическими средствами Русь была объединена, и пока она была сильна, пока она была независима от влияний враждебных со стороны тех стран и сил, которые не могли смириться с величием и силой России, до тех пор, пока эти силы не взяли верх, в том числе и над судьбой Руси. Оставалась единой наша Церковь. Но знаем, что сегодня, оставаясь духовно едиными, мы, тем не менее, разделены. И мать городов русских, Киев, сегодня является столицей государства, которое, к сожалению, именно государство, а не народа, который, к сожалению, не может быть назван дружественным государством по отношению к России. И проистекает это не потому, что народ так решил, а потому что те силы, которые всегда работали на разрушение Руси, с самых древних времен и до сего дня, одержали победу, надеемся, временную, и создали условия, в которых сегодня Русь оказалась разделенной. А что сохраняется в единстве? Церковь наша русская. И мы знаем, как трудно сегодня быть членами Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Какие репрессии обрушиваются на людей, если они осмеливаются сохранять свой духовный выбор и быть верными выбору своих предшественников? Как для того, чтобы разделить и духовно наш народ, была искусственно создана раскольническая группировка, лишенная всякой благодати, ряженые люди, которые не могут быть духовными руководителями народа, потому что нет на них благодати. И народ ведь это чувствует. И несмотря на репрессии, давление сохраняет единство с Церковью всея Руси. И поэтому все мы должны особенно молиться о наших братьях и сестрах, которые остаются верными завету святителя Петра и святителя Алексею, тысячелетней традиции, жизни, духовной жизни нашего народа, объединенной единой русской православной Церковью. Поэтому молитвы наши сегодня особенно о страждущих братьях наших, тех, которые несут поношение и скорбь, только лишь за то, что продолжают дело святителя Петра и Алексея, митрополитов киевских, московских и всея Руси. Мощи святителя Алексея почивают здесь, в городе Москве. Знаем, что в особое время они были принесены в этот кафедральный собор, в то время, когда Россия, прошедшая через горнила страшной войны, имела все предпосылки к тому, чтобы по-настоящему возродить веру и вновь вернуться на духовный путь, который был указан великими святыми угодниками с сия Руси. Что-то удалось, и как результат этой удачи этот кафедральный собор с мощами святителя Алексея, как результат этой удачи, возрождение Русской Православной Церкви, в том числе и на территории современной России. И одновременно, конечно, это историческое изменение в жизни нашей Церкви еще до сих пор несет на себе раны тех разделений, которые начались под влиянием внешних сил древности и которые продолжаются до ныне. И в первую очередь я имею в виду те раны, которые наносятся Украинской Православной Церкви Московского Патриархата только лишь за то, что они продолжают служение святителя Петра и Алексея, митрополитов киевских, московских и всея Руси. Но будем верить и надеяться, что и это лихолетие пройдет. Потому что все это носит очень искусственный, привнесенный извне характер. Все то, что происходит неорганично по отношению к нашей истории, к духовной традиции нашего народа и к благочестию верующих людей, живущих как в России, так и на Украине, в Беларуси и во всех других странах, которые продолжают духовную традицию всея Руси. Наша молитва еще и еще раз хочу сказать о прекращении междоусобной брани, о воссоединении Церкви нашей, о прекращении всяких разделений. Об этом ведь молились и ради этого трудились и святитель Петр, и святитель Алексий. И верим, что по молитвам святых угодников жизнь свою подсветивших сохранению единства Руси и единства Церкви Русской во благо времени вернется и одно, и будет еще более сильно утверждено другое. Их молитвами дохранит Господь землю русскую и Церковь нашу. Аминь! С праздником всех вас поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok